шалом шалом будьте готовы мы взлетаем на этом уроке причем можно даже не пристегиваться потому что мы взлетаем не сидя мы взлетаем стоя помните мы говорили как ангелы ангелы они стоят на одной ноге не всего одна от нога и просто как ангелы поэтому рисует джинов из бутылки они так без ног это взят от ангелы мы взлетаем ввысь третья браха называется душа душа буквально буквально отрываемся от земли в этой брахе твоим пятки отзывы называть ввысь отрываемся от земли это когда душа говорится в меня не да есть повторение шалех цибур он повторяет и тогда лица душа меня не сюда мы стремимся вверх и глаза тоже наверх разделе и разделе орхай симон кув хаб хей пишет рамо от имени тур он переводит так когда говорят к душа опять-таки в меня не возносят глаза вверх и приподнимают тело от земли вишнебрура приводит там цитату из книги эхалет что-то поразительное там приводится так описан так сэфер эхалет описано так ашем говорит ангелам благословены будете вы если скажете сынам моим и израиль так горит ашем что нет для меня мгновение прекраснее чем то время когда они возносят имя моего к душе ашем говорит он горит ангелам скажите евреям что когда они стоят и говорят к душа для меня нет времени прекраснее и скажите им пусть они возносят глаза из и стремятся ввысь и он дальше говорит так и в это время когда бы не израиль тут внизу на земле говорят к душа молитве в это время горит ашем я держусь за свой трон образе якова и упоминаю их заслуги и приближаю избавление и даже там написано даже написано что ашем говорит при себя что вред и в это время я целую и обнимаю да очень далеко улетели на самом деле давайте немножко остановимся и поразмыслим о том что мы сейчас сказали во первых ашем говорит что время к души он находится в образе якова да так написано во вторых мы учим из этой цитаты что ашему очень приятно к душа в третьих это можем догадаться уже до сами что если ашему так это приятно это составляет столько удовольствия это значит что в эти моменты мы тоже должны как бы трепетать радоваться это моменты очень высокие дошим целуют и обнимает да мы должны тоже в эти моменты на самом деле взгляд и выси и вы и восторгаться теперь давайте спросим несколько вопросов об этом почему ашем говорит он находится как как якова вину в образе якова дмут яков ну во первых то что ашем он должен быть каком-то образе до чтобы нам как бы показаться до выявить когда он должен быть какой-то образе у него такого-то имя в этом случае он как имя акова и мы видим что яков он связан с понятием к душа яков почему их душа потому что яков он назвал ашема келя кодош так объясняется когда яков дошел до места называлась бейт кель рассказал ашема кодош а потому яков он связан с душой кроме этого все дети его были святы такого так душа это третье браха помните мы начали а вот авраама вину говорот и цака вину еще 3 браха к душа это якова вину теперь почему ашему так приятно к душа как это понять темно не для очень приятно для него начну с одной истории которая нам поможет немножко войти в тему понять рассказывают что один раз рвихами цанс танцы реберами хами цанс шел по улице проходил мимо синагоги который молилась молились по уносах ашкинас теперь сам диври хайм тиври хайм пойми его книги он молился уносах сфарт хасид есть разница между душой по уносах сфарт и душа потому что по уносах ашкинас я просто зачитаю начало мусах сфарт уже когда хазарат ашат когда шалех цибур говорит к душа говорится так на гришах а на рицах киноом всех сад сарфей кодыш не буду переводить дело в том что тут скрытого больше чем открытого поэтому если начну что-то открывать я боюсь что закрою чем больше чем открою перевод написан есть комментарии этому сах сфарт ашкинас говорится по-другому говорится так никадеш с шимха баулям никадеш анахну никадеш будущего времени да мы осветим имя твое никадеш эт шимха баулям кешем шимхадешим ойсой бешмей маром то есть мы говорим так мы осветим имя твое баулям на земле в этом мире кешем так же подобно тому кешем шимхадешим ойсой бешмей маром так же как освещают имя твое ото это имя твое его как освещают его имя твое бешмей маром в небесных высях на небесах шмей маром наверху то есть имеется до ангелы дивриха ему слышал эту к душу сказал своим ученикам видите вот именно так нужно говорить к душа как мы говорим к душу кешем шимхадешим ойсой бешмей маром вот так же как ангелы возносят имя твое там на небесах также мы должны в этом мире возносить имя имя ашема точно так же теперь а как это делается что это имеется ввиду как-то как то точно так же смотрите ангелы у них есть одна миссия указанка своя миссия одна работа узкая специализация у него нету других работ его ничего не отвлекает он полностью целенаправлен на что-то одну так он работает ангел на иврите малах 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 это понятие как посланник ах это как посланник него есть миссия одна он идет выполняет мучили мешает он сто процентов предан этой миссии это что имел ввиду рэби митанс вот как ангел во время к души у них только есть одно только ли когда что шим также мы время к душе в этой полосу направлены на душа шим ничего не отвлекаться почему ашима так это приятно второй вопрос ну всем приятно что и хвалят его приятно что их восхваляют но помимо этого дело в том что ашима особенно приятно наших душа потому что только мы можем это сделать ангелы никак не могут в этом мире восхвалять ашима они могут в таких мирах там это проще в этом мире намного сложнее отстраниться от наших многих дел и полностью предаться душа очень трудно если мы до этого доходим то ашим это очень приятно что мы настолько как и преданы ему что мы готовы от всего отлечься полностью ликадеш всем шамами лес от душа теперь что-то такого приятного да как точно это работает и почему нам это должно быть приятно настолько что мы почему нам надо радоваться от этого чтобы понять это еще больше мы тут вынужден им это подключить концепцию называется улама ба мир грядущий обязательно концепции улама ба вообще трудно жить может даже невозможно жить поэтому когда воспользуемся эти понятия улама ба смотрите улама ба знаете там говорят что там есть рай есть от канитон гейном у нас очень часто допустим гейном он ассоциируется там с разными христианскими сказками там как на кухне там кого-то сковородки котлы кипящее масло да это как бы от это тоже да но на самом деле там ад это не только это есть разные уровни один из уровень называется на иврите кафа кела кафа кела это вещь неприятная туда человек попадает для исправления кафа кела ну кафа кела буквально если мы это переведем это такой вид оружия как называется проща как это такое типа как какая-то такая рогатка да ну и она крутится там камень крутишь то и и кидаешь как как давид убил этим глята да и вот это такое сравнение кафа кела то человек попадает в будущий мир он получает получает там наказание он как это камень крутится вот так вот да и что происходит с одной стороны человек более моба он близок ашему он ощущает созерцает свет ашема и нет ничего более приятный чем это как мы в этом мире любим глазеть на разные вещи нам очень любит допустим и путешествовать нам нравится смотреть травка зеленая речка течет птички цветочки а мы платим большие деньги для чтобы увидеть что-то красивое да поэтому есть искусство есть картины и так далее так далее так далее все это мы видим и получать это большое удовольствие от лицезрения там это удовольствие на ногу больше там человек может увидеть он уже не человек он уже поднялся он может увидеть орошем света света шема но что происходит он ты видит он очень хочется приблизиться к этому и он не может почему не может потому что он находится в этих одеяниях которые он принес с собой из этого мира то есть все те то что называется влечение которые влекли его в этом мире они его держат и не дают ему приблизиться кашима он туда-сюда метается только привелись его обратно как это как резинка как это рака тычик обратно его оттягивает да как это как будто чек приехал туда на это свое на своей навороченной машине такой довольный хочет выйти видеть из окна красивые вещи хочет выйти на из машины не может он он к этому приклеил не можете как освободиться теперь там все по полочкам разложено либо ты находишься ага да любит и гейном да там это муж конечно теперь подвигаться но то все по полочкам не такого что ра витов плохое и хорошее перемешано как в этом мире в этом мире все перемешано в дверь спокойно может быть из и злодея вдруг опа вышло что-то большое деяние до кунер лямо башаахат моментально человек может стать аддиком может там такого нету да там каждый приходит в свое место и все все попали все в порядке на все миссу дар там есть седр да там все разложено все четко есть порядок и поэтому там человек он никак не может освободиться из своих вот эти вот это и грехов которые напортачил в этом мире что интересно что к издадавка из этого мира могут можно им помочь то что мы делаем для умерших мы говорим кадиш мы даем дзадаку мы посвящаем для людей которые ушли синагогу арону кодиш книги все что угодно мы делаем его имя и тогда он до может освободиться от этой преграды которые мешают ему там продвинуться и приблизиться к шему как предсказано что человек который грозен болоте не может сам себя вытащить из болота ну тут пройти снаружи его вытащить так в этом плане мы можем помочь людям там продвинуться гуляма ба например и кадиш сына это очень сильная вещь любой кодиш сильная вещь но кадиш сын это это вещи сильнее всего все это рассказываю что понять что будущем мире эта ситуация что человек видит о рашем и он не может приблизиться но в этом мире так все устроено что тут все перепутано тут все перемешано и поэтому во время к души чек может подняться очень высоко например стоят два человека рядом улице один ров тамид хахам цадик другой простой еврей очень может быть что этот раф тамид хахам цадика если он вдруг отвлекся во время к души и он подумал про будет там асугию он сейчас не не в душе а другой человек который цикл него он вдруг пробудился он вдруг захотел привлечься к ашему даже почему может быть он пробудился именно из своих гряков он понял сколько он погас грязи но хочется освободиться очень очиститься и он в душе мутка дашка дашка дашь от всего сердца в этот момент этот второй простой еврей он поднимается выше своего соседа который стоит около него в этом силы к души чем может подняться очень очень высоко во время души еще один приведу рассказ который тоже показывает ту самую идею опять-таки история про рэби души арим души арим дэбл первые рэби из гур его звали и цхак мир и чемер по-польски то прошкинанский быстро говорят и чемер аравь и цхак мир поэтому называли их души харим 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 это гора вообще харим горы хэй рэш юдмэм хэй рэш юдмэм аравь и цхак мир и чек мир он еще в юности он сам был хасидом араби микотск и один раз он торопился к своему рэби люди светили люди стремились святости они для них при близости к краю было что-то неизмеримо ценно и у него был заводчик и они ехали да аголи агола и два коня и он гулял зочеку быстрее 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 хотел успеть быстрее к рэби и так он загнал извозчика и лошади что одна лошадь умерла от перина перенапряглась осталась одна лошадь всего и доскачет дальше на одной доска доска до конца и вторая тоже скончалась теперь рэбист душа один который был еще он рэби он еще был молодым очень неприятный перед так этим кучером дэва парноса так его до конца и своих лошадей и загубили обоих лошадей и он решила помочь ему пошел в синагогу собрать дзадаки дать ему деньги чтобы он мог себе купить доме лошадей пока ходил пока собирал сам кучер тоже умрет разрывы сердца так он не мог перепережить то что произошло теперь и рыбе оказался в и неудобной ситуации как бы загнал до смерти и коней и кучера что поделать этот кучер поднялся ломба начали смотреть его действия и простой простой кучер да ничего особо в жизни своей и тору не учил толком толку не молился ну что он привез на будущее в их душе арим крибекотск и он торопился только за счет этого его решили поставить ганеден его поставили ганеден шхот ганеден и смотрят там сидят он лиха хаммин раши там собственной персоной сидит учит тору ученики он подсел там около около раши сидит и все там вообще да а улама ба а этом нашему кучеру вообще как бы неинтересно скучно ну зачем нет нужен этот ганеден куда попал ну хорошо его спустили там до спустили посадили около другого раввина более такого компанийского чем раши скажем так и все равно ему все это все эти разговоры все эти суги от вообще не интересно надо как-то наградить надо надо сделать ему было приятно она заслужил в конце решает ему дать позолоченную карету роскошных коней там одежды такого самого-самого лучшего кучера в ганедене он сел на эту карету и начал колесить вокруг ганедена и довольный колесит и быстро ах до такого не были когда говорит и все это ноль амаба тем временем наши души арин он очень волновался за кучера что же будет как будет у него кайду и доля в будущем мире он начал подняться к нему проверить как у него дела поднимается к нему проверяет и смотрим катается на карете там до довольный в борту прокатиться ну давай мы уже знакомы да давай я прокачу они едут и он ему говорит так это тихо чтобы другие не услышали он ты знаешь ты довольный да на самом деле это все блоф это ты думаешь ты думаешь что то есть сейчас кайфуешь да плов это 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 все ерунда это не настоящее удовольствие на и что ты лучше пустись еще раз мир до вернусь вернись в наш мир начни учиться как нормальный человек ты туда стоишь на самом деле может быть дети около раши и спустили этого кучера вниз это не показывает что в будущем мире человеку уже он такой ситуации что если он не готов в этом мире там у него нечего делать то есть мы в этом мире готовить сосуд вы готовить себя для того чтобы летизреть ашема и время к душе это самое настоящие время когда мы как бы освещаем ашема и сами освещаемся и есть пасуки да из пасуки много которые пасуки мы чтобы показать про кадош к души матемки к душе они вы святы потому что я святой есть взаимодействие между дашем святым и нами амистрель который святой ты взаимоотношение он выражается сильнее всего ярче всего время к душе ну давайте посмотрим на наконец-то на текст в душе да надо посмотреть о чем мы вообще говорим вот душа сверху три точки имеется ввиду что когда шликсибург говорит к душа тогда есть к душа в меня не а это для чеком улице 1 это называется кедуша шэм с ваше позволение текста души я пропущу я объяснил почему и посмотрю только на слова душа ташем слова простые мы говорим атака дож ваше мха кадош атака дож шимха кадош ты свят и имя твое свято почему имя твое то что шимка дож это понятно нам даже это не нужно понять не как мы не можем это понять то что можем понять это каким-то образом шимха кадош шимха это имя твое это как шим проявляется в этом мире вот по проявления шума это в этом мире как там можем его более-менее понять его святость это связано с прошлым брахой атаке бор сколько человек могущий может понять насколько он свят и выше всего в шимха кадош у к душим бухоль йом и галилюха села к душим бухоль йом святые каждый день они высказывают тебя навсегда кто-таки эти к душим либо это ангелы которые высказывают себя либо может быть что это мы сами а мисраэль тоже может быть причислен к этому к душим душим бухоль йом и люха села хэпи цхайм говорит что во время к души чек должен лихавен пасук книговый икра паршат и мор в нигдаште бессох бне исраэль а не ашэм микадиш хэм да то что шим говорит про себя нигдаште бетох бне исраэль я освящусь в народе израиля а не ашэм микадиш хэм я вас освящаю получается так что ашэм нас освящает и сам ашэм освящается среди нас ты должен иметь виду так дать хэпи цхайм давайте посмотри только точные как буду как будут переводится это 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 понятие давайте сейчас на слова к душим бухоль йом и люха села да тут обычно святые ангелы есть комментарии что это не ангел это тоже бне исраэль который восхваляет тебя изо дня в день в веки к душим бухоль йом и люха села то есть мы говорим что мы тебя восхваляем каждый день навсегда мы будем тебя восхвалять ки кель мелех гадоль векадош ата ки кель мелех гадоль векадош ата ки кель мелех как бы царь гадоль векадош ата и заканчиваем баруха та ашэм а кель акадош посреди мечевам мы говорим а мелех акадош потому что мы коронуем царя над нами а мелех акадош но обычно баруха та ашэм а кель акадош это слово кель алиф ламет это имеется ввиду имя творца который показывает на его имя дата хамин баль хэсет да он баль хэсет он делает добро он хамин и в то же время он не поддается нашему пониманию это это слово отель а кель акадош в душе хапецхам еще говорил интересный маршаль на эту тему тему души он глушь тот сырой с разные подданные кто-то работает во дворце а какой царь посылает далеко послал вот там где-то на северные маля моря на аляску ловить рыбу и птик ездит туда он одевается 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 во многие-многие-многие одежды да даже там шапка ушал когда что закрывается за то очень очень холодно и он выполняет свою работу далеко 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 от царя-дворца но после работы работала год-два на вахте да он возвращается обратно зашается к царю во дворец царль ему очень благодарен когда он снимает себя все эти огромные многом огромные шубы и все эти валенки, все эти огромные перчатки, все он снимает. И Ашима, царь ему дает красивые шелковые одежды, как положено во дворца. Это нашаль про нас, что у нас есть святая душа, как у ангелов. Мы как ангелы, наша душа, она святая. Но мы в этом мире одеты в разные одежды. Не только в одежды, помните, как я сказал до этого, в одежды, машины, во все мы одеты. Но если мы выполняем нашу должность в этом мире, в этих одеждах, наша душа стоит святой. Мы выполняем нашу функцию, которую Ашима нас послал сюда, мы говорим к душам, мы молимся. Когда наша душа вернется во дворец, можно будет снять все эти одежды рабочие и снова быть близок к Ашему. Есть мнение, что если человек выполняет свою миссию в этом мире, он доходит до ступени ангела. А в этом мире мы сказали, что человек находится даже выше ангела. Теперь есть разница, надо отметить, что есть разница между ангелом и человеком. Еще одна разница очень важна, что ангел, он неизменчив, он не меняется, он постоянный. Он работает стабильно, константно. А человек не так, он меняется, и должна быть тенденция постоянно-постоянно расти. То есть, несмотря на все изменения, бросает туда-сюда, вниз, вверх, влево-право, тенденция роста постоянно у человека, это выражается в молитве. Когда мы говорим к душам, иногда происходит наоборот, иногда человек сначала, баль, чувак, такой метла, баль, чувак, потом постепенно спускается. Это не есть хорошо, должно быть наоборот, должен постоянно человек подниматься выше и выше, и подниматься можно бесконечно. Мы сказали, села, у души бахолиом эрилюха села. Давайте еще посмотрим на одно слово, что очень важно, потому что мы видели. У души бахолиом эрилюха села. Это вот села, это постоянное, это постоянно-постоянный рост, как вот, да, как человек идет в гору, и постоянно-постоянно поднимается. Итак, подведем итог. Итог такой, мы с вами закончили три брахи. Эти три брахи, они составляют обращение к Ашему. А вот, к ворот и к душа. А вот, это Авраам. Г ворот, это Ицхак Авину. И к душа, это Яков Авину. Каждый из них нашел свой путь к Ашему. И мы их продолжаем. Наш Дерахавод называется, наш путь праотов, и мы тоже ищем, как прилипся к Ашему с помощью тропины, которую нам предложили отцы. И каждый из них, из этих доказательств наших праотцов, он сделал какое-то свое исправление в этом мире по отношению к Творцу. Делал свой тикун. Это видно из имени наших праотцов. Давайте посмотрим на картинку. Видите, Аврагам. Аврагам, сначала он был Авраам, без буквы Г, просто был Авраам. Ему добавили букву Г. То есть он исправил, взял тикун на букву Г. Эта букву Г это из имени Творца. Имя Творца это Ютки и Вавки. Да, четыре буквы. Ют, буква Г, буква Вав, буква Г. Авраам исправил букву Г. Потом пошел Ицхак. И про него сказано. И его мама говорит. Витомир Сара. Цхок асали элюким. Коля шумея, Ицхакли. Тата говорит Сара, как у меня, в моем возрасте, у меня родится сын. Все же будут смеяться. Скажут, это вообще не ее сын. Вообще, что такое. Поэтому говорит, цхок асали элюким. Цхок это как бы, там нет буквы Ют. Коля шумея, что каждый, кто услышит, у меня родился сын, Ицхак. И это стало именем Ицхака. Он в зале Ицхак, в будущем времени будет смеяться. Хотя, по идее, цхок, без буквы Ют. Каждый смеется. Короче, тут добавилась буква Ют. Эта буква Ют, намек, что Ицхак, он исправил букву Ют от имени Ашема. Потом пошел Якова Вину. Яков в Торе написан иногда с буквы Вав, а иногда без буквы Вав. Обычно Яков пишется без буквы Вав. Просто, знаете, холам хасер, точка наверху, это как О, Яков, это Вав. Но иногда, если я не ошибаюсь, пять раз написано Яков с буквы Вав. Это показывает на то, что Яков исправил букву Вав. Ну, все хорошо, но не хватает одной буквы. Ют есть, Гей есть, Вав не хватает еще одной буквы Гей. Ее не хватает, потому что мы ее еще не исправили. Была попытка ее исправить. Кто пытался ее исправить? Сначала Юсеф, потом Муше. Если нет, намек, давайте посмотрим, дальше есть имя Юсефа. Юсеф, там нету буквы Гей. Но есть посылки с книгой Тейлим. Тейлим, Пей Гей. Идут Бе Йе-Го-Сеф. Кейн? Идут Бе Йосеф само. Бе Цитан, Али Радз Митцраем. С вас, Леодати, Ишма. Такое посылки. И там вдруг появляется буква Гей в буквы Йосеф. Это наверху на то, что у Йосефа была попытка исправить букву Гей. Но потом эта буква Гей снова ушла в Египет. В Митцраем. Упала в Митцраем. Там, что называется, клепот. Египетский это клепот. Ушарабейну. Пытался вытащить, не получилось. Считается, что мы должны исправить эту букву. И каждый из нас, на самом деле, в этом мире делает свои исправления, свои цикуним. Мы уже учили, что мужчина это буква Юд, женщина это буква Гей. То есть есть папа и мама. Папа это Юд. Мама это Гей. И по Аллахеу, у них должно быть два ребенка. Мальчик и девочка. Мальчик это ВАВ. Девочка это Гей. Получилось снова Юд, Кей. ВАВ, Кей. Трудно быть, да. Два ребенка. Кстати, эти два ребенка имеют в виду, что они должны быть у человека, пока он живой, постоянно. То есть, если не дай бог, человек родил мальчика и девочку. Не дай бог, один из них умер, его не стало. Значит, медсуа не выполнена. Нужно продолжать. Если, допустим, у сына есть внук, тогда все нормально. Но, по идее, пока человек жив, у него должен быть мальчик, девочка. Желаю всем успехов в этом направлении тоже. Мы закончим здесь. Это был урок о к душа. Во время к душа, мы сказали, что тело разговаривает. Тело разговаривает. Здесь те, кто сначала три раза, кадошка-дошка-дош, потом борух, потом имлох, тоже поднимаются. Все тело разговаривает. Вообще, во время тела оно разговаривает. Некоторые мультируют с руками наверх. Это написано в Талмуде. Написано в Талмуде. Вот это проход Кавзай. Написано, здесь по сути с Никитой Рим, если я не ошибаюсь. Бешимхай сахапай. Написано. Бешимха эса хапай. Капай, как это? Помните, говорили? Кафа кела. Кафа это, как бы, ложка тоже называется Кав, да? Каф. А кела там, то, что кув, ламбит айн, то, знаете, верит современный, может, узнает такое слово. Калия, там, да, пуля. То есть, это, как бы, такая, как бы, ложка, которая пуляет, что-то, да? Ложка, пуляющая ложка. Это кафа кела, то, что мы говорили, да? Человек попадает в геном кафа кела. То кафа это рука, тоже ложка и рука. Ладонь. Так написано. Бешимха эса хапай. Когда я говорю имя Твое, я возношу ладони свои, наверх. Бешимха эса хапай. Поэтому, да, уже в Талмуде видно, что человек молится руками, да? Мы молимся всем, всем, всем телом. Бешимха эса хапай. В итоге получается так, что после всего сказанного мы пытаемся, как бы, нашим разумом понять, гудуша Ташем или кадеш Ташем, но, тесно говоря, все это бесполезно, потому что очень трудно понять гудуша Ташем. Мы поднимаемся выше нашего разума. И все-таки, чтобы служить Ташему, нужен разум. Об этом следующее бархам. Всего доброго, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok